Всем привет! С вами Александр из Galileo Sky. В этом видео я расскажу, как подключить различное оборудование, работающее по протоколу Modbus к терминалам Galileo Sky. Протокол Modbus может использоваться при передаче данных через различные цифровые порты, в том числе через RS-232 и RS-485 в режиме работы RTU или ASCII. Все терминалы Galileo Sky 7X оснащены интерфейсом RS-485, а также интерфейсом RS-232, кроме модели 7XC. Протокол Modbus является стандартным промышленным протоколом и поддерживается огромным количеством различного оборудования. Простой и удобный разбор данных, полученных терминалом по этому протоколу, значительно расширяет список подключаемых устройств и зачастую позволяет произвести интеграцию такого оборудования без написания сложных скриптов. Процесс получения данных с цифровых портов по протоколу Modbus достаточно простой. Давайте разберемся, как это сделать. В качестве примера мы взяли датчик лимита MSU21 с подключенным к нему датчиком освещенности. Этот датчик оснащен интерфейсом RS-485 и поддерживает протокол Modbus RTU. Для того, чтобы считать с него данные, подключаем датчик к выходам терминала и подаем на него питание. Запускаем конфигуратор и переходим в настройки терминала. На вкладке «Цифровые порты» в поле RS-485 выбираем тип периферии Modbus и нажимаем «Применить». Теперь переходим на вкладку Modbus и нажимаем кнопку «Добавить устройство». В появившемся окне нужно задать сетевые параметры подключаемого оборудования. Эти данные вы можете найти в руководстве пользователя для этого датчика. Настраиваем датчик. Нам нужно указать тип порта, режим работы, скорость и другие параметры, после чего нажимаем «Применить». В конфигураторе при настройке Modbus адресация начинается с одного. Как видите, созданный датчик появляется в списке в левой части окна. Теперь для этого датчика мы можем настроить регистры. Для этого нажимаем кнопку «Добавить регистр». В правом поле окна появляются регистры. Параметры регистра должны быть указаны в документации на подключаемое оборудование. При настройке регистров датчика обратите внимание на то, что разные производители могут начинать нумерацию как с нулевого, так и с первого регистра. Обычно различные датчики передают несколько параметров в разных регистрах. В этом случае вам нужно будет создать регистр под каждый из параметров, которые вам надо считать. Итак, мы настраиваем регистр. Для начала нужно указать тип регистра. Доступны следующие варианты. DO – Discrete Output Coil. Дискретный выход поддерживает чтение и запись данных. DI – Discrete Input Contacts. Дискретный вход. По нему возможно только чтение данных. AO – Analog Output Holding Register или аналоговый выход. Возможно как чтение, так и запись. AI – Analog Input Registers – аналоговый вход, по которому возможно только чтение. Далее настраиваем адрес регистра, в котором передаются данные. Тип данных, а также размерность получаемых данных – бит, байт, 2 байта, 4 байта или float. В том случае, если данные передаются больше, чем в одном байте, нужно указать направление чтения байт. Big Endian нужно выбирать в том случае, если сначала передается старший байт. Little Endian – если сначала передается младший. Также в настройках регистра можно поставить галочку, если данные передаются со знаком. Галочку «Особый» нужно поставить, если далее вы планируете обрабатывать данные в скрипте EasyLogic и использовать функцию SwapBuff. Теперь можно назначить тег MatBus, в которой при разборе будут автоматически помещаться данные из настраиваемого регистра. Теперь, когда регистр настроен, нажимаем кнопку «Применить». Давайте проверим корректность выполненных настроек. Для этого нажимаем на кнопку «Режим реальных данных». Если настройки датчики были выполнены правильно, то его название начнет отображаться зеленым цветом, а в поле «Значение настроенного регистра» мы увидим значение с датчика. Как видите, значение мы получаем. Давайте убедимся, что оно соответствует действительности. Я закрою рукой датчик освещенности и показания падают. Отпускаю датчик и значения возрастают. Датчик исправен и настроен правильно. Теперь давайте разберемся, что мы можем сделать с полученными данными. Самое простое – отправить показания с датчика на сервер мониторинга. Для этого переходим во вкладку «Протокол» и отмечаем выбранный TecModBus для передачи на сервер, после чего нажимаем кнопку «Применить». Все, теперь мы будем получать значение с датчика на сервере мониторинга. Однако это далеко не все. Давайте на примере простого алгоритма EasyLogic посмотрим, как мы можем обрабатывать данные с датчика. Допустим, нам нужно включать свет при низком уровне освещенности. К дикцетному выходу 0 мы подключили кусочек светодиодной ленты. Переходим на вкладку EasyLogic и начинаем формировать алгоритм. Пусть алгоритм начинается со старта устройства. Добавляем задержку в 5 секунд. Далее сравниваем значение в теге MadBus 0 с некоторым пороговым, скажем 30. И в том случае, если значение в теге ниже, открываем вход 0, а если больше – закрываем. После изменения состояния входа возвращаем обе ветки проверки обратно на задержку. Сохраняем алгоритм и загружаем его на устройство, после чего перезагружаем терминал. Итак, давайте посмотрим, как работает наш скрипт. Я закрываю датчик освещенности рукой и свет загорается. Отпускает датчик, свет гаснет. Как вы помните, мы поставили задержку в 5 секунд перед следующей проверкой. Вот поэтому лампочка гаснет с такой задержкой. Скрипт работает. Итак, мы буквально за несколько минут подключили и настроили цифровой датчик освещенности, который передает данные по протоколу MadBus. Также мы настроили передачу данных на сервер мониторинга и сделали простой скрипт, который выключает и включает свет в зависимости от уровня освещенности. Как я говорил, работать с оборудованием, которое поддерживает протокол передачи данных MadBus, легко и удобно, особенно если вы используете терминалы Galileo Sky 7X. На этом все. С вами был Александр из Галилео Sky. Всем пока!